30 дней с пользой и культурным отдыхом. В школе номер 5 прошло закрытие трудового лагеря. Это первый подобный проект на территории округа, который включает трудовую и развлекательную программу для детей во время летних каникул. Распорядок дня был построен таким образом, чтобы дети успевали и поработать, и сходить в музей. Завтрак, выдача инвентаря, построение на крыльце школы и за работу. Каждый день новый участок. Сегодня детская площадка в Качгарте, где любят проводить время дети из соседних домов. Арина и Елизавета убирают мусор с двойным желанием. Они сами живут в этом квартале. Да, изменения просто колоссальные стали. И соседи говорили, что какие ребята молодцы после того, как убрали улицы. Тут звонил, хвалил нас за то, что мы так хорошо поработали. После трудового десанта Сахалин, Качгард, рыбокомбинат, лесные поляны, где отдыхают горожане, преобразились. Каждый день ребята посвящали труду четыре часа в день. Таковы условия договора с чистым городом по летнему трудоустройству подростков. После обеда – развлекательная программа и время для общения. Хотелось бы еще на следующий год, потому что у нас, кроме работы, были еще и развлечения. Мы ходили в бассейн, на каток, ездили в музей, в библиотеки играли. И все было интересно. С некоторыми ребятами даже сплотились, сдружились очень хорошо. Трудовой лагерь под говорящим названием «Делу время, потехе час» первый в своем роде. Авторами проекта стали три стороны – школа, некоммерческая организация, ассоциация родителей и муниципальное предприятие «Чистый город». Реализовать проект удалось благодаря окружному гранту в 300 тысяч рублей. На эти средства школа организовала питание и досуг после трудового дня. Они вроде бы что-то заработали для себя и побыли вместе, таким коллективом, 25 человек. Какой наш интерес? Но, во-первых, ребята здесь – это наши дети, дети пятой школы. Родители спокойны, что дети при школе до трех часов практически. После подведения итогов пятая школа может смело делиться опытом, чтобы в летнее время дети не только отдыхали, но и помогали преображать родной город. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал «Север».